Мясо Такое мирное занятие, как покупка мяса в магазине Мясная Хата, недавно оказалось весьма непредсказуемым и даже опасным для жительницы Нерубайского Елены. Зайдя в магазин, она сразу почувствовала неприятный запах. Мне в нос резко ударил запах хлорки, протутшего мяса. Меня, честно говоря, это смутило. Я поздоровалась, спросила у продавщицы, свежее ли мясо. Мне сказали, что, конечно, свежее. Зачем я буду вас обманывать? Я позволила себе усомниться и попросила документы, какое-то ветеринарное заключение или заключение санстанции, чтобы удостовериться, что мясо свежее, потому что запах явно говорил о том, что явно здесь что-то нет. И на что мне продавщица сказала, женщина, будете, я вам ничего не буду продавать? Дальнейший разговор Елена снимала на телефон. Впрочем, разговор как раз не получился. Неизвестный вел себя крайне агрессивно, изрядно напугав покупателей. Елена вынуждена была забыть о видеосъемке, потому что речь в этот момент зашла об угрозе жизни. Мужчина на меня замахнулся. Муж поставил, инфинктивно поставил руку, чтобы защитить меня от удара. И мы увидели, мужчина этот сбеленился, он, видимо, наткнулся на руку, сбеленился и пробежал за топором. Мы увидев это, я просто забыла о том, что я снимаю, мы выскочили из магазина и закрыли дверь, чтобы мужчина с топором не выскочил на нас. Начали вызывать милицию. Где-то это было около 11 часов, у мужа на телефоне есть скриншот. Милиция не отвечала. Мы сделали два звонка, милиция не отвечала. Неадекватная реакция сотрудников магазина на законную просьбу показать документы на товар позволила сделать вывод. Таковые здесь вряд ли имеются. Чтобы добиться правды и больше не подвергаться опасности, пострадавшая покупательница обратилась в Центр защиты одесситов. Я планирула обратиться в общество защиты прав потребителей и в санитарно-эпидемиологическую станцию, для того, чтобы провели обследование этого магазина, выявили все нарушения, потому что они явно имеют место обдувить и приняли соответствующие меры. Потому что людей нельзя кормить испорченным товаром. Но когда правозащитник Алексея Сауленко вместе с Еленой и командой Центра защиты одесситов появились на пороге Нерубайской мясной хаты, магазин немедленно закрылся посреди рабочего дня без каких-либо объяснений. Удивленные покупатели пытались понять, что случилось, а некоторые из них догадываются. Так продавец пытается скрыть неудовлетворительное качество товара. Я зашла в последний раз, а оно запах имел. То они видно, когда свежие, а это уже такой какой-то как налетик на нем. И фарша, то, что они делают, он светло со мной стоял, синяя перчатка, и он толкает какое-то. Ну, качество мне, я уже теперь не буду покупать. Опасный товар и опасные продавцы не должны угрожать покупателям. Именно поэтому вместе с Алексеем Сауленко и нашей командой Елена отправилась в инспекцию по защите прав потребителей, где написала...